Добрый день, уважаемые трейдеры! Но изначально мы подошли к этому событию с надеждами услышать какую-то конкретику относительно сокращения баланса, величина которого составляет 4,5 триллиона долларов. Это тоже очень важный этап ужесточения монетарной политики и тоже потенциальный фактор серьезнейшей поддержки для доллара. Вот, кстати, на это заседание мало кто возлагает надежд в плане какого-то катализатора для доллара. Но, может быть, хотя бы сейчас, когда нет таких избыточных ожиданий, мы получим более-менее тот разумительный, опять же, динамичный микро-локальный тренд для ПАКСа, который позволит ему против основных конкурентов забраться повыше. Но не будем, собственно, каркать, потому что, в данном случае, загадка не бывает богата. Будем лишь визуализировать то, что хотелось бы сейчас американцу увидеть повыше, и будем надеяться, что этот новостной фон поспособствует реализации этой идеи. Безусловно, друзья, о долларе я еще сегодня поговорю, делим ему внимание. Но начнем, давайте, с рынка нефти, потому что здесь у нас все-таки падение сопротивления 50 долларов за баррель. Клосс вчерашнего дня. Торговая сессия вторника до отметки 50.94, это для бренда. Сейчас котировки чуть пониже, 50.75. Считается то, что вот этот восстановительный импульс, который смог получить рынок нефти, был обусловлен новыми надеждами по факту обещаний Саудовской Аравии и, собственно, Нигерии. В первом случае ограничить экспортные поставки, во втором случае снизить объемы производства нефти. Разбирая ситуацию, это все отголоски, опять же, встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, мониторингового кабинета. Напоминаю, что эта встреча была направлена на поиск альтернативных решений для реабилансировки рынка. Это встреча, которая была направлена на контроль и, собственно, мониторинг текущей реализации, исполнения обязательств, договоренностей и квот. Вот что мы получили по факту прошедшего решения, так это то, что Саудовская Аравия обязуется ограничить экспортные поставки 6,6 миллионами в августе. Но здесь уже снова есть подводные камни. Лично я считаю, что Саудовская Аравия явно хитрита, потому что речь идет о спаде экспортных поставок в сезон, точнее, в месяц, когда мы обычно и наблюдаем снижение экспорта из-за роста внутреннего спроса. И сейчас им лихо удалось подвязать это под договоренность и под то, что они готовы пойти на обстречу рынка, поскольку крайне заинтересованы в поддержании котировок нефти на более высокие ценовые значения. С другой стороны, есть еще и негативный аспект, связанный с тем, что даже ограничение производства в пределах, точнее, экспорта 6,6 миллионов, это примерно на 1 миллион, действительно, ниже, чем годом ранее за аналогичный период, все равно будет недостаточно, чтобы нивелировать и компенсировать рост добычи в Ливии и Нигерии. Нигерийское правительство обеими руками за то, чтобы присоединиться к сделке ОПЕК, но только после того, как достигнут отметки по производству 1,8 миллиона. А сейчас они добывают 1,65, то есть есть куда еще, друзья, расти. Есть еще, скажем, этот отложенный эффект ожидания того, что прирост получается в 250, точнее, в 150 тысяч баррелей может еще больше нагрузить предложение в перспективе ближайших месяцев и еще спровоцировать дополнительную разгрузку всего рынка нефти. В целом, что можно резюмировать, так это то, что ОПЕК, да и вообще сама сделка, вот эта инициатива по совместному ограничению производства, она продолжает оставаться в состоянии ловушки, когда рост производства существенно опережает спрос, и вряд ли эта картина изменится в ближайшее время. Тем более, что мы следим за макроэкономическими отчетами и видим то, что основная проблема заключается в том, что ОПЕК не в состоянии повлиять на ряд регионов, поскольку они находятся, скажем так, вне их юрисдикции нефтяной. И особый акцент первоочередной делается, конечно же, на Соединенные Штаты Америки, которые прекрасно использовали эту сделку для продления своей фланцевой революции, для увеличения производства нефти, для параллельных распродаж статегических резервов и тут же набора прежней массы, скажем, по тому острию и количеству, которое у них имелось в арсенале. Сегодня, друзья, у нас в 17.30 статистика по запасам нефти, по версии администрации энергетической информации. Мы будем следить также за запасами бензина и дистиллятов и больше акцент традиционно делаем на динамику еженедельного роста производства нефти. А в штат. Вот вчера вышел отчет института американского ОПИ, который, может быть, и стал также дополнительной причиной роста котировок нефти, потому что запасы очень резко просели. Запасы нефти, бензина, кстати, выросли. А вот запасы нефти, если на 10,2 миллиона, даже уже не припомню, очень давно мы видели похожие цифры, явный сигнал того, что, может быть, опять же, летний сезон соистал себя проявлять во всей окрасе за счет того, что выросла активность автолюбителей, и это сказалось на, собственно, активности в нефтеперерабатывающих заводах и снижении запасов. Можно предположить, что сегодня по официальным цифрам мы получим, ну пусть не такую, конечно же, цифру, но то, что статистика будет со знаком минус, я практически не сомневаюсь. Но у нас есть уже опыт последних недель, когда мы видели, что трейдеры с большим интересом реагировали на статистику по росту добычи. И в этот раз я тоже делаю на это наибольший акцент, поскольку увеличившаяся добыча еще, к примеру, на 30 тысяч, может быть, даже чуть больше, получится, что за месяц производство нефти выросло на четверть 7 миллионов. Друзья, вы сами прекрасно понимаете, с какими цифрами мы работаем, и что такое четверть 7 миллионов для рынка, который нуждается в снижении предложений. В данном случае я акцентирую специально на этом инфоповоде ваше внимание, потому что думаю, верю, надеюсь, что сегодняшний отчет 17.30, его будет достаточно, чтобы снова вернуть к нефти ниже 50 долларов за баррель. И позволит нам снова говорить о наличии куда больших оснований для распродажа всей нефтянки. Российская валюта 59.85 не очень далеко отошла от отметки 60, тем лучше, друзья, поскольку нефть у нас выросла, а рубль ничуть не среагировала на это. Ну, несколько копеек, несколько десятков, на мой взгляд, это ерунда для такого волатильного и подвижного дуэта валютных активов. Рубль, мы помним, сейчас чувствует себя очень плохо по той причине, что вот-вот в адрес российской экономики будут инициированы новые санкции, которые прочат еще более жесткость такого институционного подхода со стороны Запада. После этого США, скорее всего, к этим санкциям потенциально подключатся Европейский Союз. Санкционная тема болезненная, но для рубля уже, наверное, есть своего рода иммунитет в отношении этого неприятного новостного фона. Не то, чтобы он полностью, скажем, незаметным остается для российского валютного актива, но вот сейчас уже это не в такой выраженной Америке, как это было несколько лет назад, то есть когда мы только возвращались и, точнее, начинали говорить о том, что Запад и Россия входят в затяжной период такого кольцевого, замкнутого санкционного противостояния. Полагалось ранее то, что, скажем, удастся найти выход из этого кольцевого трека раньше, но вот время идет, уже, по сути, близится к своему завершению 2017 год, а эта тема по-прежнему актуальна. На рубль сейчас, друзья, нужно делать акцент еще в связи с тем, что мы обозначили с вами не радужные перспективы для рынка нефти. Если санкционная тема еще по факту завершения налогового периода не позволяет рублю окрепнуть, что же с ним произойдет, стоит только нефть, скажем, рассесть на 2-3% в моменте, что вполне реально до конца этой недели. Я думаю, что мы получим с вами очень хороший стимул для того, чтобы двинуть выше 61. Как вы помните, наша ближайшая цель – добраться до планки сопротивления 62-63 рубля за доллар. На мой взгляд, это как раз более-менее справедливые стоимостные значения для российской валюты в контексте стоимости нефти ниже 50 долларов за баррель. Доллар – японская иена. Американец нас порадовал за время вчерашних торгов. 111.88 сейчас против иены котировки. До этого мы находились, точнее, во время нашего вчерашнего брифинга на отметке 110.97, то есть на фигуру выросли. Хай был даже повыше – 112.08. Сейчас американец несколько отступил. Причина, друзья, почему доллар стали активно скупать? Ну, во-первых, близятся итоги заседания ФРС, и кто-то считает, что они будут позитивными для доллара. Вы знаете то, что я считаю так, и не только я, уверен. Многие из вас тоже разделяют такую позицию. Кто-то считает, что итоги двухдневного заседания не приведут к восстановлению доллара основной причиной распродаж. Третья, скажем, сторона и лагерь трейдеров, которые следят за этим новостным событием, считают то, что эффект на американца будет нулевой. Почему? Потому что, скорее всего, в лучшем случае, по факту мы услышим то, что ФРС остается крайне озабочен рисками инфляции, соответственно, точнее, сохранение давления на этот показатель по причине снижения индекса потребительских цен и отхода от целевого значения снижается вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Это, с одной стороны, такие заявления могут спровоцировать резкий обвал доллара. Но в то же время ФРС не может, скажем, оставить такое важное событие без комментариев и дополнительной информации участников рынка относительно предстоящего сокращения баланса. Поэтому, скорее всего, будут сделаны намеки на то, что эта процедура, этот процесс ухода облигаций, скажем так, как с молотка, будет уже начат осенью, а в сентябре это задается нам проявление жесткой монетарной политики и потенциальный фактор роста доллара. То есть, с одной стороны, у нас комментарий, который может обвалить, с другой стороны, может поспособствовать рост. Но это результат нулевой, поэтому и доллар никак не отреагирует. Я все-таки, друзья, отношусь к тем трейдерам, которые считают, что стакан наполовину полон, нежели пуст. И в контексте тех идей, которые я раньше озвучивал, полагаю то, что сегодня по факту оглашения этих итогов мы получим больше возможности сместить акценты на ожидание сворачивания, точнее, распродаж облигаций, сокращения баланса. И вот это должно быть отыграно долларом. Плюс ко всему, в понедельник у нас, как вы помните, состоялось, точнее, уже под закрытие, состоялось очередное голосование по поводу законопроекта о реформе здравоохранения. И сейчас баланс сил в Сенате изменился в сторону практически 50 на 50. Вот по факту голосования, с учетом последних правов, которые были приняты, 50 против, 50 за. И решающий голос принадлежал вице-президенту Пенсу, который проголосовал против. То есть 51, скажем так, против, получается, 49. И, соответственно, это снова стало причиной, из-за которой законопроект не прошел. Но трейдеры высмотрели в этом больше позитива, потому что совсем чуть-чуть остается до перевеса в сторону зеленого света для этого документа. И, возможно, уже следующие правки, следующее голосование, которое также пройдет уже совсем скоро, будет заключительным, окончательным. И законопроект пройдет, а вслед за ним уже, как прицепленные вагоны, будут следующие реформы. Лечение бюджетных расходов, смягчение регуляции банковского сектора и снижение налогов. Это то, что мы с вами ждем и то, что сейчас недооценивается, как мощный потенциальный фактор поддержки для доллара. Сегодня давайте не будем спекулировать на политической теме. Вроде бы как рынок пока подуспокоился. Не говорят и про расследование Мюллера, и мстичное расследование Трампа в адресе Мюллера. Сейчас все сфокусированы на заседании ФРС. Мы тоже будем за ним следить. Не забывайте то, что по факту этого заседания, пресс-конференции, не будет. Это уже, скажем, сигнал того, что, скорее всего, ФРС не будет корректировать процентные ставки. Но никто не говорит то, что не будет комментариев по поводу сокращения баланса, который пусть уйдет даже на сентябрь. Европейская валюта против доллара. Рекордные максимумы с 2015 года. Котировки сейчас 1.1643. Хайп был повыше. 1.1711. Правда, евро там не удержался. Причины? Ну, можно связывать, конечно же, и со статистикой. Данные бизнеса доверия и оптимизма от ИФА очень хорошие. Не буду сейчас говорить по факту самих цифр. Это не особо важно. Самое главное то, что показатели сейчас на рекордных максимумах. Греция после трехлетнего перерыва вернулась, собственно, к размещению облигаций. Вроде бы как даже был перемещенный спрос. Не знаю, насколько это будет актуально и дальше. Однако вот под конец торговой сессии от роста евро ничего не осталось. Причина кроется, опять же, в прогнозе Международного валютного фонда, который вслед за Европейским центральным банком, который в прошлую пятницу, а МВФ вчера пересмотрели прогнозы по росту инфляции. Отметим то, что на 2017 год, в лучшем случае, это 1.6% по индексу потребительских цен. На 2018 год еще больший спад. От большего, скажем, фундамента здесь, пожалуй, по евро отметить даже нечего. Хотел я еще рассказать про политику количества смягчения, поскольку вчера прочитал очень интересную статью. Были доводы даже, что эта программа имеет больше позитивных последствий для снижения стоимости обслуживания долгового времени. Той же самой Германии. Но вот время все-таки у нас неумолимо идет, движется вперед. Я уже отнял у вас 15 минут времени, поэтому давайте все-таки оставим тогда до лучших времен. Расскажем мы эти комментарии, будет возможность, расскажу. Но в целом там акцент делается на то, что если в 2009 году стоимость обслуживания долга для Германии составляла 4%, то после того, как была инициирована программа количественного смягчения, то есть повышенный спрос со стороны ЦБ на облигации, эта программа привела к росту стоимости этих облигаций, к снижению их доходности. Минимальные показатели мы сейчас видим по этим долговым бумагам. И вслед за снижением доходности облигаций уровень долга обслуживания снизился с 4% до 2%. Вот в 2016 году, а в последний год Германии удалось разместить облигации на 10 миллиардов даже под отрицательную процентную ставку, поскольку инвесторы, корридоры готовы были платить по нескольких центов за каждые 100 евро, чтобы сохранить свои капиталы. В общем, статья, друзья, интересная. Я даже могу приложить ссылку на наш канал на YouTube. Думаю, что многим тоже будет интересно с ней ознакомиться. Ну, давайте дальше идти. Фунт против американца 1.3022. Ну, никак нам не удается преодолеть поддержку 1.30, но мы все-таки верим, что это должно случиться вот-вот. Хотя это довольно растянутые предположения, но, друзья, ничего тут не поделаешь. Мы видим и кучу негатива, ну и видим, как сопротивляются собственные быки. В частности, по негативу сегодня у нас в 11.30 совсем скоро, через час 45 выйдет отчет по экономическому росту. Рост в Англии потенциальный, конечно же, негативный момент для Афунта. Почему? Потому что мы ожидаем слабые цифры. А слабые цифры мы с вами ожидаем по факту провальных показателей секторов производства, строительства и сферы услуг. Это отчеты, которые мы анализировали двумя неделями ранее. Хочу отметить очень интересное интервью Джона Крайна, который возглавляет Deutsche Bank. Это интервью, где буквально громогласные заявления о том, что Deutsche Bank готовится к довольно жесткой процедуре Brexit. И поскольку не сомневается то, что правительство Англии не удастся согласовать условия по сохранению комфортных, опять же, пунктов взаимодействия торгового соглашения, очень многие инвесторы покинут этот рынок, заберут с собой капиталы. И, собственно, банковская индустрия обязана, конечно же, следовать за теми инвесторами, у которых больше всего денег. Поскольку речь идет о том, что капиталы будут перебрены из Лондона, например, во Франкфурт, Deutsche Bank позже планирует перевести больше 300 миллиардов евро. Это 20% всех активов банка из Лондона. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, каким последствиям для национальной финансовой системы может привести вот этот потенциальный кризис ликвидности на внутреннем рынке. Ну, не мне вам это рассказывать, поскольку все вы люди следующие, сидите за фундаментом и умеете интерпенсировать подобные новости. То есть я хочу лишь делать акцент на то, что это негативный, еще один негативный момент для фунта, который почему-то пока не был отыгран в динамике пары фунт-доллар. Дальше идем. Американский фондовый рынок у нас на рекордных максимумах. В частности, Синкри вчера был поддержан отчетом Макдональдса, читавшимся о росте выручки за счет увеличения существенного, самого значительного продаж в роничных сетях за последние 5 лет. Котировки Макдональдса рванули больше, чем на 3,5%. Катерпиллер, который является у нас основным производителем, собственно, тяжелой техники, строительной техники, тоже отчитался об увеличении выручки и прибыли, и соответствующая реакция последовала сразу в сверхпозитивный рост котировок на 4%. До конца этой недели результаты квартальной деятельности представят еще компании 100, не меньше, которые входят в состав индекса S&P. И ожидания сверхпозитивные, но, собственно, последние отчеты явно это доказывают, то, что результаты по выручке больше, чем на 6% превосходят прогнозы. Может быть, этот тренд сохранится и так, что для американской ФКНД это, конечно же, фактор поддержки. Но, друзья, американский фондовый рынок, после того, как мы с вами добрались до уровня 1450 пунктов и после того, как вообще на штаты обрушились очередные скандалы в адресе Трампа, представляются для меня по-прежнему очень опасной средой. И я все-таки рекомендую вам сторониться также пока о торговле, ждать сигналов от реализации реформ. Вот как только у нас пройдет реформа здравоохранения, тогда прям не дожидаясь моего брифинга, думаю, что можно будет и дальше продолжать спекулировать на росте этой секции. Но пока все-таки лучше подержаться подальше. Австралийск против доллара. Сейчас котировки 0,7903, минус примерно 40 пунктов с конца, точнее, не с конца, а с времени нашего прошлого брифинга. Австралийск в соответствии с нашими ожиданиями снижается, потому что австралийский доллар начинает дисконтировать собственную стоимость. Комментарии руководителя Резервного банка Австралии, унитарных властей национальных, о крайне высоком обменном курсе. У нас была с вами рекомендация вчера, что если мы сегодня получим слабые цифры по инфляции, это еще больше, скажем, за 100 предпроцесса ужесточения монетарной политики. Ну и, собственно, поеду с употребительских цен, думаю, что вы все прекрасно видели, снижение в портальном выражении с 0,5 до 0,2 годовом с 2,1 до 1,9. Инфляция снизилась, а значит, не стоит, опять же, говорить о каких-то основаниях для более жесткой монетарной политики. Лучше придерживаться идеи того, что ставки будут низкими в течение более длительного периода времени, и Резервный банк Австралии будет дальше посредством словесной контрревенции ослаблять курс этого актива. Я думаю, то, что среднесрочная серия, это как минимум отметка 0,77. Золото вчера по факту роста доллара обвалилось. Мы тоже настраивались на то, что золотой актив обязан пойти ниже, потому что доллар, но все-таки тоже имеет, ну, не стержень, не позволит так легко оказывать на себя давление. Малейшее сопротивление от бронероса и тут же распродажа на рыбки драгметаллов. С локального хая, который мы вчера видели по золоту, это даже выше отметки 1256 долларов за тройскую унцию, мы сейчас котируемся уже на 10 долларов ниже. И полагаю то, что золотишко будет сыпаться и дальше. USDCAD воспользовался вчера локальной поддержкой растущей нефти, но все равно сейчас уже снова выше отметки 1,25. Канадцы тоже нужно уже продавать, потому что 1300 пунктов с 9 мая без каких-либо откатов. Это чересчур даже для сверхоптивистичных трейдеров, которые свято верят, что Банка Канады снова примет решение по итогам следующего заседания о росте процентных ставок. Я на эту тему спекулировать вам не советую, друзья. Нужно уже подключать и технику, откройте дневные графики, посмотрите, где пара USDCAD находится сейчас. Вот-вот, близок уже разворот. Но пока его не произошло, лучше в эту валютную пару не осуществляться. По важным отчетам сегодня ждем МВП в 11.30. Через полтора часа в 17.30 запасы нефти в штатах и динамика по росту нефти добычи за неделю. В 21.00 это ставка ФРС. Итоги заседания, которые в этот раз будут приправлены только общими заявлениями, но отсутствием близко к принцам Джанет Ели. Об этом событии мы уже поговорили. Друзья, хорошей вам торговой сессии. Не забывайте про правила управления капиталом, про правила рейс-менеджмента. Не злоупотребляйте загрузкой депозитов, контролируйте плечи. Я думаю, что сегодня все-таки нам подфартит и доллар получит хоть какую-то поддержку и сможет закрыть текущую торговую сессию выше отметки 112. Идеали бы даже увидеть уровень повыше 112.5, но не будем каркать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.